дорогие друзья всем здравительно и ясности в этот прекрасный тайский ночь поздний вечер еду я по дороге и решил выйти в эфир для того чтобы поотвечать на вопросы тех у кого эти вопросы имеются в последнем стриме сегодня были озвучены ответы на некоторые вопросы достаточно часто задавали комментарий вот говорит владимир все рассказываете то нужно уходить из городов а как говорит уходить из городов дроны говорит прилетят и всех нас убьют и вот в этой передаче мы поговорили как раз на эту тему что на всех тех кто ушел жить подальше от города конечно же дронов не хватит но американское правительство и глобалисты лично будут очень стараться и посылать за вами спутники в космосе и посылать за вас спецназ глобалистические в тамбовские леса чтобы вас среди ежей и зайцев можно было найти в чищобе и конечно же уничтожить такое впечатление что очень многие получили поражение головного мозга вследствие может быть каких-то техногенных факторов в том числе распыление химиотраз но это получается сейчас происходящее то есть был нарушен баланс или начал нарушаться баланс между осознанными и неосознанными так получается и всегда просто наступило время сбора урожая неосознанных вот и все а те у кого есть возможность осознаться сейчас могут это сделать потому что сидя на печи и жуя калачи с какой стати тратить время на какие-то непонятные прыжки и ужинки в своем создании на какие-то поиск каких-то ответов на какие-то вопросы во рту есть бублик жопа на теплой печи рядом жинка так сказать борщ готовит зачем и самолонки лучше стаканчик на боковую а когда событие происходит так что нет ложечек в сторонку тут уж приходится под напрячься да 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 вообще реально как-то понять что вот это действительно твоя стезя это действительно твой путь это по внутренним ощущениям она как-то должно быть мне кажется любая а есть очень простой способ понять это то есть когда вы трудитесь если вы относитесь к этому труду не как к работе относитесь к этому труду как жизни как части жизни то есть вы не разделяете время потраченное на вот этот труд и время которое вы после этого тратите на вот это и есть показатель того что вы нашли вашу стезю дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание да ну вот все прекрасно классно допустим я что-то творю там делаю допустим там у меня там в моем случае допустим там сварочные работы делаю какие-то новые приборы для себя какие-то удобные новые какие-то делаю себе приспособления для облегчения своего труда допустим да ну вот оно все как бы классно интересно занимательно все это прекрасно она как-то не надоедает но но рутинные моменты то проскакивают рутинные когда ты допустим там зачищаешь те же допустим сварочные швы да и они вот их много рутинная работа она вот не хотелось бы ее делать получается чё значит тебе что-то но не всегда нравится то чем ты занимаешься ну не можешь же так вы просто еще вы просто еще не нашли вот этот момент получения удовольствия в достижении идеального сварочного шва то есть когда вы любуетесь тем что сделали ваши руки что бог сотворил вашими руками тогда вам и зачистка сварочного шва будет очень в радость вы будете получать удовольствие от того насколько насколько красивым получается изделие это просто время необходимое понимание того как мне очень не нравилось в детстве я любил с паяльничком посидеть но я терпеть не мог наматывать трансформаторы проволокой однообразную делать однообразный труд однообразные манипуляции вот эти вот виточки вокруг сердечника там тысячу витков сделка это офигеть это мне терпение никакого не хватало на все это понимаете поэтому я там что угодно паял сидел но только не приемники потому что там надо было катушки на феерриты наматывать проволочки вот это вот это мне не хотелось делать со временем вы знаете со временем случается так что начинают раскрываться некоторые понимания казалось бы в очень простом труде если у вас найдется некоторое количество времени свободного посмотрите фильм мирный воин или книжку почитайте я смотрел его да очень интересный фильм по такой познамательный развивательный для человека очень интересный фильм и он понравился вообще полностью вот от начала до конца его смотрел он такой со смыслами да обратите внимание сарат трудится на автозаправочной станции но он не работает там ему нравится это дело он получает удовольствие от того что помогает людям вот мы то есть мы мы как бы призваны слышишь служить друг другу правильно получается мы призваны быть единым целом и в рамках единого целого слова служить да можно и так сказать но это не служба раба который служит своему господину это исполнение воли творца вот что это такое поэтому в контексте рабского это ни в нельзя рассматривать точнее можно но не нужно это стоит рассматривать в концепции именно сотворение потому что абсолютно все что мы с вами делаем то чему нас научила мироздание ведь вы когда-то тоже в руки взяли сварочный аппарат в первый раз и почему-то стали это делать почему-то вам стало это нравится ну да вот а другому человеку не нравится использовать сварочный аппарат им нравится например готовый да ну я готовить тоже люблю с удовольствием готовить блюда разве это еще что-то но что-то нравится же больше что готовы делать для других с радостью ну да 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 согласен этот как его кто воду носил это давай 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 лама ли кто кто это воду носил возьмите не важно не имеет значения кто носил воду но вы правильный пример привели когда ученик приходит и говорит я ищу великого учителя у водоноса спрашивает говорит ну я великий учитель по-твоему получаюсь да это социальные импринты то есть если ты мудрец значит ты должен сидеть где-нибудь в высоком кабинете с грамотами и разными кубками и там очень важный такой вот это вот социальные импринты потому что так рассказали детям юношам потом уже постарше такой образ создали образ кстати ложный на все сто процентов потому что тот кто важен он может быть умным но он не может быть разумным и весь этот ум заключается всего лишь в мертвых данных которые он подчеркнул из учебника потому что голова его не пуста она забита чем-то тем что кто-то когда-то написала своего то там ничего нет ну да да а как вы считаете вообще может в процессе жизни у человека меняться стезя вы знаете безусловно безусловно может меняться стезя но как правило боженька делает таким образом что он дают время жизни отпускает индивидуумы для того чтобы тот овладел искусством совершенства то есть есть такие есть такие виды деятельности где искусство оттачивается очень долго ну например искусство врачевания здесь это в деле секунды не получится веках на самом деле если вы сваркой то занимаетесь вы тоже представляете себе что сварочные работы это тоже непростое дело я это знаю не понаслышке потому что я тоже умею пользоваться сварочным аппаратом меня этому обучаю я самоучка я в принципе все в жизни как-то у меня самоучка так не случалось чтобы что-то у меня не получалось если что-то не получается значит чего-то не хватает какой-то информации не хватает не знаю чего не хватает у меня обучение обучение есть просто раньше когда бы маленький никаких интернетов не было бы книжки учителя которые рассказывают как надо делать у тебя до института в техникум ходил там была специальность такая связанная с механикой то есть меня там не там рассказывали как нужно формы для отливок делать как обработку металлофрезами производить сварочные работы еще много чего да и не все бежит и все меняется я вот как бы скажем так первый раз свои там очень юношеские годы попробовал сварочный аппарат то есть это был еще древний такой здоровенная такая катушка я не знаю килограмм тридцать наверно она весила и сверху да 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 и она в общем накидывалась на линию там мы накидывали очень там она как бы не совсем было это разрешено вот первый ну чё хочу сказать вот в процессе жизни допустим там часто там у меня случалось что я допустим там занимался сварочными работами и при том всем а вот сейчас я приобрел новенькие нулячий вот этого года получается аппарат и чё я вам хочу сказать несмотря на то что допустим у меня как бы опыт сварочных работ есть но мне пришлось двое два дня мне пришлось обучаться этому аппарату то есть все настолько меняется я не смог им сразу варить нормально чтобы не пропалить там нигде не пропалить металл не смог там инвертор наверно взяли нет я взял сварочный аппарат вот этот вот co2 полуавтомат который защита защитном газе варишь ну то есть углекислоте и вармонии да 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 вот автомобили варю я понял да там сварочный про алёля о волк в углекислоте да да совершенно верно еще еще очень немалую роль играет качество проволоки даже и углекислоты однозначно совершенно однозначно вот ну в общем как то так все происходит и настолько примитивно люди сейчас мыслят я не прекращаю удивляться я тоже кстати я согласен с вашими недавно сказанными словами что вы как вы говорили а я ничуть не 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 жалею или как то что происходит нет ни не осуждаю вот это вот как она ничуть у меня нету вот это вот жалости я не сам я не сопереживаю я сочувствую да но не сопереживаю да ну что вы котики у меня дома допустим котиков куча я люблю котов и у меня приблудился кот ну короче в двор сам пришел объявил себе вот он решил тут жить да вот пришел котик маленький такой наглый вот прям в дверь вот пришел ну все я его оставил посмотрел котик думаю но оставлю как бы так вот а у меня еще два таких взрослых кота так вот карты не родного левого котенка который вот пришел лежит моет его коты между собой вот они он он левый он их не родственники ничего он пришел они полюбили друг друга лижут и моют а люди смотрите что делают потому что люди хуже чем коты это же очевидно совершенно когда-то может быть может быть такое время было я не знаю было оно вообще или не было но это возможно во всяком случае просто мы с вами находимся в игре здесь не зона отдыха там где мы с вами оказались это зона обучения поэтому здесь не может быть пляжа баунти постоянного до с шампанки с шампанскими телочками или там еще с каким-то увеселением не здесь обучающие программы в которой каждый получает все необходимое обучиться можно чему-то сидя на печи как мы с вами уже поговорили ничего не научишься мотивации нет а мотивация это всегда боль и страх да да толчок должен быть только пинка под зад иначе иначе вот когда в основном в основном имеется не все конечно меня допустим тянет да вот меня на допустим к веру всегда новая информация меня впечатляет всегда тянет на новую информацию как бы там ни происходило хорошо мне или плохо вот всегда хочется что-то познавать новое а людям допустим это ну кому-то это не нужно кому-то не нужно еще создали такие условия знаете создают такие условия что никогда этим заниматься не хочется выделять на это время потому что людей загружают настолько необходимостью зарабатывать на хлеб на сущный что когда они приходят заканчивают свои рабочий день то у них желание только выдохнуть бухнуть посмотреть телек и лечь спать да да совершенно верно владимир к вам вопрос такой вы считаете правда кошки видят тонкий 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 план ну конечно об этом известно было уже очень-очень давно и кошек использовали и большие кошки жили в наших далеких предков предыдущих играх были большие кошки гораздо больше чем нынешние вы обращали внимание что вот животное даже если оно злое если ты не проявляешь к нему страха а вот допустим пёс какой-нибудь да он перестает на тебя лаять вот если он не чувствуешь то ли он чувствует страх вот если только ты проявил страх тогда он на тебя кидается если ты без страха проходишь собака тебя не берет и вот обратите внимание часто показывают в разных всяких местах но в основном конечно в интернете где люди с тиграми в дикой природе встречаются с тиграми эти папуасы вообще живут рядом с этими кошками большими то есть они там ну так их могут прогнать в сторонку маленько даже в них копьями не тыкают то есть они их не убивают ну так пошумят эти встали пошли в стороночку да левитом ну который попалась вот коренные жители африки если у них есть какой-то способ общения с животными точно также в россии например и на аляске есть люди которые общаются с медведями и у них нормально все получаются медведи их не дерут наоборот друг другу вполне даже по-дружески относится уважительно вот всего во вчерашнем нет сегодняшнем по моему стриме там написали женщина написала в комментариях они пришли не кошки живут собачка и лиса пришла полиса пришла жить в деревне у них уехали они из города в деревне завели там всякую ну и вот и вот лисичка пришла и живет тоже там немножко покушать она дает чего-то лисичка там мышку и принесла из леса она не постоянно в доме живет приходит живет в доме пойдет в лес входит опять живет в доме как собака но только по полу дикая собака до свободно и прекрасно вот это пример но совершенно вменяемого симбиоза с природой а то что происходит сейчас то что происходит в городах это это не симбиоз это разрушительные действия по отношению к тому миру частью которого мы являемся причем не разумно разрушительные действия ладно там разумно разрушительным некоторые спросят а что там владимир вы имеете ввиду под разумно разрушительными действиями но разумно разрушительные действия это когда вы живую природу не уничтожаете например прокопали какой-то канал для воды срубили сухое дерево а если вам нужно свежее дерево для чего-то лично вам тогда нужно просто поговорить с деревом и попросить у него у леса попросить это дерево потому что сегодня оно нужно вам а завтра вы сами в землю уйдете и превратитесь в минералы которые будут использоваться для того чтобы деревья росли то есть вы станете пищей растительного мира то есть в этом мире все же из праха приходит из праху ходе круговорот элементов природе совершенно верно к практике заземления я об этом как-то рассказывал идея хорошая но лучше создавать камеры фрадея можно конечно и себя через медный браслет на батареи заземлять лучше на контур заземления на батареи ну а если находишься в поселке в селе может быть оно даже и не нужно особо да вообще надо вот этот приборчик иметь у себя приборчик вот этот вот который вот тогда будет все понятно потому что сейчас эти паразиты везде понаставили своего гамнезин спрятаться не каждому свое наверное так в этом игре оказались но это не это не это это не не лучшая игра да то есть 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 и получше а нельзя сказать что лучше или хуже всякая игра она хороша но прелесть этой игры заключается в том что индивидуумы не понимают ее хорошести до поры до времени до поры пока игра не кончится а когда игра заканчивается и игрок возвращается домой вот тогда эта игра уже рассматривается совершенно иной точки зрения мы мы единственные кто имеем возможность глаголить верно или нет но отчего же самом деле очень много кто имеет возможность глаголить в мироздании бесчетное количество самых разнообразных форм живых существ причем среди них то есть достаточно большое количество разумных человечество я не считаю разумным то есть есть наверное кто-то развитие чем человечество намного развитие правильно безусловно безусловно но это не говорит о том что лучше а люди например хуже нету такого понятия лучше и хуже потому что индивидуальность и которые сейчас отождествованы с человеческими телами они проходят самые разнообразные жизненные циклы то есть жизни проживаются в телах самых разнообразных существ и не только человеческими это и насекомые животные это везде свой опыт какой-то и есть определенная эволюция индивидуальности у вселенной есть бесконечность для того чтобы это происходило потому что времени как такового не существует и все что необходимо это чтобы игра продолжалось потому что либо есть состояние как ее называют в ригведах манвантры либо пролайн манвантры когда осознает сам себя через все через воплощение всего сущего во вселенной но то что называется правой на это время как бы не существование ничего когда ничего не существует то есть состояние абсолютно абсолютного отсутствия чего бы то ни было но для человеческого ума на самом деле очень сложно понять что эти два состояния происходит одномоментно почему еще раз потому что времени не существует но тем не менее мы наблюдаем последовательности действий для того чтобы получить эмоции в этих играх и в том числе в той которая происходит сейчас мы в том теле которое вам дали я в том теле которое мне предоставить привет вам с краины вы знаете очень приятно да дорогая да сейчас распыление такие просто люди уже не знают у вас вроде бы не было распыление сколько раз не спрашивал вот представьте какие-то машины вместо того чтобы сверху ездят какие-то машины как интересно и давно такое началось ну вот я смотрю уже в социальных сетях это где-то с неделю машины которые выделяют некий газ который да и дымка стоит задымленность во-первых леса вокруг же горят вот вот ну а тут еще машины и вот дымки вот это запах гари и начинается это вы на западной украине нет в центральной части восточной восточной понятно в общем безобразие я смотрю сейчас активировались эти безобраспыления безобразие вот эти вот причем достаточно активно и в россии и в других странах сейчас видимо они готовятся к тому чтобы объявить о том что новый очень страшный вирус покинул какую-нибудь лабораторию очередную где-нибудь да и такое что же уже как бы на октябрь ноябрь локдаун и там карантин и так далее уже разговор такие да да это общем мировой такой повестка понятно понятно ну значит вот еще некоторое время у нас есть порадоваться а потом придется по-другому немножко организовываться со всем этим мероприятием и что интересно как 8 часов вечера так и вот эти вот запахи гари начинаются и заканчиваются где-то в 4 утра как как по щелчку вот это оно и есть как раз этого у нас и прошлый к вид начинался тоже и вот в таиланде тоже самое распыляли эту гадость постоянно и даже над маленькими островами распыляли я тогда в двадцатом году на капангане жир маленький островок и над ним кукурузники летали распыляли по ночам едешь вечером уже темно и вот запах гари как раз чувствуешь а такого раньше не было вот как они начали этим безобразием заниматься вот понятно откуда и как это происходит приобрела себе я холм что вы рекомендовали очень хорошо вы знаете шла по улице вот вечером попала где-то полдесятого уже за погаре был пришла домой вот такое состояние лицо знаете вот чувствуется что-то не то возле костра постояла вот такое было впечатление быстренько тоннбергии две штуки и где-то минут тридцать прошло и все и легче 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 и как ничего не бывало вот еще очень хорошо иметь клинокантус и андрографис вот эти вещи вычитали за вещь дело в том что клинокантус и в сочетании вместе с андрографисом это два растения которые программы выча убирают программы то есть если по простому сказать как люди привыкли понимать противовирусная но вирус это программа да вы знаете и не надо и не надо чтобы реагировали не надо если вас спросили можно рассказать они спросили ну значит и не надо значит им надо страдать вот хреновуха очень полезно иметь дома хреновуха вы знаете вот у меня такое окружение какое-то инертное что ли вот живущие в городах вот вот приклеились как бы к своему вы говорили к унитазу да вот собрать окружение какое-то хоть хоть два человека хоть единомышленники чтобы оторваться выехать село вот вот я очень этого хочу и же но вы понимаете нету окружение такого ведь что делать вот не оторваться здесь поищите вот на наш в нашем чате поищите знаете здесь очень много разумных с украины очень много разумных людей с украины уверяю вас поговорите поищите напишите давайте встретимся посидим там чайку попьем познакомимся это это идея да ну а как еще то очень сложно найти сейчас где раньше нужно было пойти там я не знаю в художественной галереи например да если вам картина нравится познакомиться с кем-то у кого такие же интересы сейчас делать не в интересах даже дело сейчас в образе мышления поэтому этот канал он дает возможность объединения по образу мышления здесь можно найти тех с кем есть о чем поговорить хотя бы сейчас большая сложность найти того с кем есть о чем поговорить это да идеально конечно это найти того с кем есть о чем помолчать хотя бы хотя бы поговорить бы найти здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание